Всем привет! Меня зовут Диана, и добро пожаловать на мой канал Нампри. Сегодня я предлагаю прогуляться вместе со мной по одному из районов Копенгагена, который называется Норибро. Мы только начали нашу экскурсию, и сейчас находимся на одной из площадей района Норибро. И мы узнали, что здесь раньше была очень густонаселенная застройка, было перенаселение, было много людей, была антисанитария, не было у них туалета, света. И в какой-то момент власти города решили все здесь расселить и сделать реновацию. И когда они начали этим заниматься, то более не смотрели на те здания, которые они хотят оставить, какие снести, что убрать, как почистить. В итоге здесь такое хаотичное расположение зданий, что, по-моему, могут заметить лишь профессионалы. Для меня этот район не сильно отличается от других районов Копенгагена. Мы тут дошли до какого-то интересного места. И здесь что-то вроде, видимо, детской площадки. Она так интересно выглядит. Я думаю, что здесь можно лазить. Это, я так понимаю, трубы. Там ребята уже радуются, что наступила суббота и пританцовывают. Мы почитали про эту площадку, и оказалось, что ее хотели застроить. Но местные жители спасли ее. Они выходили на протесты, на демонстрации. И в итоге они смогли ее отстоять. И сейчас здесь оставили площадку. Немножечко, конечно, здесь ее изменили. Но в целом здесь остается идея, что все для людей. Еще здесь меня впечатлила эта лазательная стена. Можно долезть вот досюда. Класс. Здесь, например, сзади меня, вот в этом здании, проходят различные мастер-классы, воркшопы. А сама площадка, она, конечно, очень необычная. И много детей, взрослых могут также здесь проводить время. В Дании можно возвращать бутылки в супермаркет обратно и получать за это деньги. И на этой площадке установлены вот такие контейнеры, куда можно их так поставить, если вам лень, например, сдать. И другой человек может подобрать и сдать их за вас и получить деньги. Вот такое вот тоже интересное решение. И здесь их на этой площадке несколько. А вы знали, что Ганс Христиан Андерсон был из Копенгагена? И сейчас мы находимся на кладбище, на котором он похоронен. Вот здесь его могила. И тоже интересный такой момент. Я себя как-то странно ощущаю, что вот это кладбище местными жителями используется как парк. Здесь они прогуливаются, занимаются спортом, гуляют с детьми, собаками. И все это на территории старого кладбища. Я немножечко до сих пор нахожусь в каком-то странном ощущении. И действительно, так если посмотреть, тут очень много людей, кто занимается просто прогулкой. Вот. Мы тоже решили пройтись. Мы сейчас находимся на одной из площадей, на которой расположено три вот таких здания. И это бывший завод. И сейчас там находится библиотека, различные площадки, где можно проводить мастер-классы, семинары. А также в одном из зданий располагается спортивный комплекс. Здесь много залов, где можно поиграть с клош, волейбол, баскетбол. Интересное решение. Сейчас мы находимся на Черной площади. И меня здесь так удивило, приятно, что в центре города установлены такие барбекюи. Здесь несколько. И рядышком столики, где можно поиграть в шахматы. Их там так очень-очень много. И здесь вот такая вот интересная площадка. И пальмы под какими-то пластиковыми пакетами. Начинаю? У нас уже вечереет, и мы идем дальше по экскурсии. Сейчас находимся в таком месте, где развешаны перчатки. И называется это Lost Glove Copenhagen. В Дании, когда люди закрывают свои велосипеды, то они зачастую могут потерять одну из перчаток. И придумали сделать вот такую стену, куда можно повесить вот такие разные перчатки, которые были потеряны. И, может быть, кто-нибудь когда-нибудь сможет найти свою. Идешь так по Копенгагену идешь, и можно встретить вот такую огромную скалу для скалолазания. Она очень высокая. И разные сложности тоже есть. Выглядит очень классно. Сейчас мы находимся возле здания, в котором, вот здесь, это не церковь, а вот это здание, в котором находилась первая баня здесь, в Копенгагене. И она открылась в 80-е годы и спровоцировала это то, что в городе была сильная вспышка холеры, но не у каждого жителя в городе был доступ к ванным комнатам. Люди обычно мылись в раковинах. И поэтому было принято решение открыть эту чудесную баню. И я профункционировала на 100 лет, а потом закрылась за ненадобностью. Но в 2012 году баню было решено открыть снова. И теперь она функционирует снова как баня, где люди могут прийти и помыться. Но как это работает, я не знаю. Также здесь открыли несколько залов, где проводятся концерты, различные мероприятия. И используется снова как общественное пространство. Вот такое вот интересное решение. И также это здание сейчас охраняется. И оно под защитой, как памятник культурного исторического наследия. У нас тут идет дождь, ветер, снова такая ужасная погода, но я к ней уже привыкла. Но я хочу рассказать про одно место, которое здесь находится в Норибро, и которое я заприметила как-то на прогулке. Здесь любой человек может принести какую-то ненужную, например, мебель, технику, одежду или что-то еще. В общем, все, что не нужно, может сюда принести и оставиться. Тут есть контейнеры, я их скоро покажу поближе. И сзади меня, вот это зеленое, это что-то вроде магазина, но в котором не нужно платить. И можно забрать оттуда все, что хочешь. Вот такая вот тоже классная идея, чтобы можно перерабатывать вещи. И, к слову, тут не так, что ходят какие-нибудь, например, бездомные люди или еще что-то. Нет, совершенно обычные люди приходят сюда посмотреть, что же может им пригодиться. А сейчас я пройду чуть-чуть подальше, и там находится тоже такая интересная штука, как они позиционируют ее как взаимодействие молодого поколения и старого. Здесь на территории находится мини-зоопарк, куда могут приводить детей. И также сюда могут приходить пенсионеры, чтобы понянчиться, например, поиграть с детьми или поухаживать, например, за животными. Но сейчас зима, не все животные здесь. И вообще я сейчас никаких животных не видела, но говорят, что они здесь как бы есть. Вот, наверное, на летний период времени тоже очень классная штука. Но тут что-то костер. Видимо, кто-то греется. Пойду посмотрю, может быть, вижу животных. В общем, никого здесь в вольерах нету, кроме елок. Видимо, сюда приносили много-много елок, и все вольеры, они полны елочек. Пойду посмотрю дальше. Может быть, что-нибудь есть еще интересного. А, вот тут, кстати, фотография. Сейчас я перевернусь. И такая изображена иллюстрация, что дети взаимодействуют с животными, с пенсионерами, а пенсионеры с детишками и с животными. Тоже интересная идея. Еще мне понравилось, как вот здесь навязали украшения на забор. Такой сразу праздничный стал. О, тут еще есть вроде сад. Тут они малина выращивают, смородину, цветочки. И ухаживают. Здесь меня пустил один работник показать вот таких вот милых пенни-пиков. Я держала вот этого сененького, и у него есть большое имя. Его зовут Хуго. И тут есть один из красавчиков Маляка. Так зовут мою сестренку. Вот такие вот они лапочки. Тут еще живут на территории вот такие курочки. И также козочки. Мне очень, конечно, повезло, что у меня встретился работник, который рассказал, что всю еду, которую, например, они используют для корма животных, они берут из детских садов, из ресторанов. Это может быть просто еда или, например, очистки различных овощей. И вот таким образом еда тоже не пропадает и используется по такому приятному назначению. А сейчас я тут походила вот в этом центре еще, набрала нам книг. Будем читать. Очень интересные тоже, да, книги получилось найти. Конечно, в основном они все на датском, но на английском тоже есть очень даже неплохие варианты. Думаю, на этом я буду заканчивать свое видео. У меня уже начало темнеть, и на улице так холодать начало, особенно после дождя. Спасибо, что вы досмотрели мое видео до конца. Я надеюсь, что вам оно понравилось, и у меня получится вообще хорошо все смонтировать. И увидимся в моих следующих видео. До скорых встреч. Пока! Пока!